Моя выставка посвящена аборигенным породам лошадей России, потому что очень много людей не знают про эти породы, и вообще в принципе о существовании аборигенных местных пород лошадей. А у нас их около 20 в России. Почему-то, я неоднократно слышала, называют клячьями, называют кашлатками, называют деревенскими лошадками. Поэтому название носит такой обобщающий характер. Вначале я задумывала себя как портретный фотограф, то есть я хотела снимать людей. У меня это до сих пор остается, это направление. Но в какой-то период в мою жизнь ворвались лошади, и, собственно, было положено начало. И одно, наверное, из моих основных направлений – это именно конная фотография. В основном я снимаю в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. И несколько лошадей были сняты в этом году в Крыму, куда я ездила по скалетам отдыхать. Лошади работают на камеру, иногда они прям откровенно позируют. Иногда лошадь не понимает, что нужно делать, ей не объяснить, что нужно спокойно постоять. Поэтому иногда при съемке приходится устраивать в буквальном смысле танцы с бубнами. У конной фотографии есть своя эстетика. Нужно, чтобы лошадь поставила уши, чтобы она стояла красиво шею свою, показала профиль и так далее. Поэтому используются какие-то приемы, чтобы этого достичь. Это может быть все, что угодно, любой предмет, знакомые лошади, незнакомые лошади, какие-то шуршащие пакетики, штуки, щетки, зонт кто-то приносит, яркую тряпочку. Ну и самое основное – это вкусняшки, конечно же, какие-то угощения. Во-первых, это поощрение лошади, чтобы она понимала, что она делает правильно, что если она постоит условно красиво, то она получит угощение за это. Я люблю просто портреты на черном фоне. Они довольно лаконичные и они похожи на живопись. То есть я достигаю в процессе постобработки своих фотографий именно такой эффект. Я полюбила лошади, я считаю их одним из самых прекрасных животных на земле с их шеями, гривами, профилем и вообще настолько они самодостаточны.